Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске натужение пожаров и ликвидацию ЧС спасатели выезжали более 1800 раз. В результате боевой работы были спасены и эвакуированы 609 человек. На пожарах погибли 5 граждан, 27 человек, из которых один ребенок пострадали. Далее о наиболее значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник днем жители домов на улице Каховская были обеспокоены истошным мяуканьем, которое разносилось по всей окрестности. Спустя несколько часов они позвонили в дежурную службу МЧС, после чего стали свидетелями чудесного спасения. Оперативно прибывшие спасатели помогли застрявшему в приоткрытом окне коту. При помощи автолестницы они дотянулись до четвертого этажа и достали животное, после чего передали в руки соседей, так как хозяев питомца в момент ЧП дома не было. Наблюдавшие во дворе зеваки аплодировали благополучному финалу этой истории. Аналогичное ЧП произошло в столице и в четверг. Спасателей вызвали на улицу Корженевского. В этом случае кота, висевшего в воздухе, протолкнули обратно в квартиру. Питомец с легкостью нырнул внутрь. Добавлю, что такие случаи, когда кошки застревают в окнах, не редкость. Отверстие в пластиковом окне, открытом на вертикальное проветривание, расположено таким образом, что животное сползает к узкой его части и там намертво застревает. Коты и кошки, если попадут в такую ловушку, начинают активно дергаться и изворачиваться, что может усугубить повреждения и травмировать тельце. Передавливаются внутренние органы, кошки ломают позвоночник, застревают шеи и вследствие чего задыхаются. Так что будьте внимательны и бдительны. Когда уходите куда-то, не оставляйте окна вертикального проветривания открытыми. В среду днем на улице Тухачевского вспыхнула квартира. Внутри горящего жилища находился хозяин, однако от посторонних его надежно защищала металлическая дверь. Бойцы МЧС вошли в объятую пламенем трешку через окно. Из коридора горящей квартиры они спасли нетрезвого 57-летнего хозяина и передали его бригаде медиков. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения и ожоги различной степени тяжести мужчина был госпитализирован в больницу. Из-за плотного задымления из соседних сгорящих квартир с помощью специальных масок огнеборцы спасли еще 4 человека. В том числе 6-летнего мальчика. Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим. В среду днем во дворе дома на улице Кунцевщина дети обнаружили змею и начали с ней играть. Рептилия вела себя спокойно, но когда один из мальчиков протянул к ней палец, та внезапно его атаковала. Испугавшись, ребенок побежал домой. Родители вызвали скорую, позвонили спасателям. Оперативно прибывшие работники МЧС, обследовав окрестности нескольких подъездов, обнаружили гедовитую змею. Поймали ее и отвезли в Минский зоопарк. Там специалисты установили, что напавшая змея – это гадюка обыкновенная. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Врачи ввели мальчику в сыворотку противоядия. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает. Змея почти никогда не нападает на человека первой, поэтому МЧС рекомендует при встрече не пытаться ее поймать и прижать к земле. Нельзя делать резких движений и провоцировать змею к нападению. Дайте ей уползти. Если змея заболзла в дом, нельзя ловить ее самостоятельно. Нужно покинуть помещение, предупредить родных и соседей и сообщить о происшествии спасателям по телефону 101 или 112. Если все-таки не удалось избежать укуса змеи, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103. Как действовать в самых различных чрезвычайных ситуациях, в том числе и таких, расскажет бесплатное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Установите его на свой смартфон и получайте оповещения об опасности и рекомендации по действиям от спасателей в режиме онлайн. Также в этот день столичным спасателям понадобился специальный гидравлический инструмент, чтобы освободить ногу пятилетнего мальчика, застрявшего в металлической конструкции на детской площадке. ЧП случилось в обеденное время на проспекте Пушкина, когда ребенок остался на какое-то время без внимания родителей. Спасатели освободили мальчишку, он не пострадал. В связи с этим хочу обратиться к родителям с просьбой внимательнее следить за своими малолетними детьми и по возможности рассказывать им об опасностях, которые таят в себе привычные нам вещи. Напоминаю также, что с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей в летние месяцы в республике проходит акция «Каникулы без дыма и огня». Минск чрезвычайный. В субботу в центре Минска горела трансформаторная подстанция. Сообщение о пожаре на проспекте Независимости поступило около 9 часов утра. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели в течение часа локализовали, а затем полностью потушили пожар. Пострадавших в результате возгорания подстанции нет. Однако из отключения трансформатора на час пропало электричество в домах по улицам Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Колоса и частично на проспекте Независимости. После подключения резервного трансформатора электроснабжение в домах возобновилось. Причина возгорания устанавливается. Закончилась неделя относительно спокойно. Серьезных по своим последствиям происшествий в суточной сводке спасателей в воскресенье не зафиксировано. На сегодня это все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова